Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 апреля, у нас продолжается ледниковый период. Я вот сегодня показывала вам огород, засыпанный снегом. Встала специально на том же месте, чтобы показать те же сугробы, видите, в просвет от теплицы, видно, что там белым-белом. Единственное, радует, что больше стал птичий хор, стали они как громче петь. По этим признакам я понимаю, что скоро будет потепление, но ледниковый период у нас продолжается. У нас до сих пор, вот всю эту неделю, стояла минусовая температура. Я вам показывала, что снег даже не растаял, ничего не изменилось. Единственное, что я теперь, для того, чтобы не получалось форс-мажоров, я теперь ночь не сплю, можно сказать, сюда. Но смотрю телевизор и выхожу через час-полтора в теплицу, чтобы посмотреть, не отключились ли мои обогреватели и все ли здесь нормально. Короче, я ночь дежурю, день я сплю, лежу. Это такая своеобразная, провожу реанимацию, реабилитацию и томатом, и себе. У них реабилитация была, я вам уже говорила, какая. Я опрыскивала дважды их эпином. Ну, естественно, теперь тут температуру поддерживаю, обогревателя не выключаю, потому что это вынуждено. А моя реабилитация состояла в том, что я сутки спала. У меня это всегда, когда у меня стрессовая ситуация или что-то, чтобы восстановилось вот это вот психическое такое нормальное мое состояние, мне нужно выспаться. Сон – это лучшее лекарство. Я, как вот говорила в этих, в комментариях пишут, никогда не пишу, не пью ни корвалола, никакие лекарственные средства. Здоровому человеку достаточно выспаться, я выспалась, все. Снова я, хороший у меня такой рабочий настрой, пришла показать вам, как томаты себя чувствуют. И еще, хотела что-то сказать, забыла. Я вот специально встала на том же месте, чтобы было, тот, кто смотрел видео, когда я вот показывала вам, вот этот вот, помните, томатик с цветом, которому я говорила, отползал бы, когда холод прятался бы среди сибиряков. Конечно, большинство из них встало, но это было не сразу случилось. Здесь я опрыскивала, в первый день встали, так хорошо стали себя чувствовать, наверное, те, которые были посильнее. Единственное, вот эти вот листья черные, они, конечно, так и не отошли, которые я показывала, они отвалятся. Вот совсем, которые замерзли до конца. И хочу я сказать теперь про температуру, ну, они, я их потом обстригу. Я хочу сказать про температуру, когда я сказала, что здесь было 3 градуса плюс 3, скорее всего, было, наверное, не плюс 3, потому что, сделав потом, когда я успокоилась, я сделала обзор, ну, как, ой. И я поняла, что здесь, возможно, был даже немножко минус, потому что, смотрите, вот у меня, вот висит обогреватель, этот, термометр. И висит он в самом центре, в средине теплицы, и рядом с ним, под ним, был газовый обогреватель. И, естественно, до того, как закончился газ, все эти теплые потоки, они, он же не ветродуй, он просто источает тепло, и оно вот вокруг него расходится и распространяется во все углы теплицы. Значит, у меня термометр висел в самом-самом теплом месте, и поэтому он показывал плюс 3. Я еще потом подумала, что, ну, при плюс 3 не может же быть такого обморожения, вот вообще, как будто вот, как это, как сказать, как будто кипятком на них плеснули. Скорее всего, здесь все-таки был, наверное, может быть и ноль, и может быть даже в каких-то в дальних углах, вот там, где я показывала, вот там, говорила, он там черное, докуда тепло не доходит, возможно, был и минус 1. Но теперь это уже не важно, я не буду выяснять, какая была температура. Слышите, птицы поют. Поют очень весело, чувствуют тепло, приход весны. Теперь уже выяснять, какая температура я, конечно, не буду. Самое главное, что я успела их вовремя опрыснуть, успела их как бы, я вот даже их сейчас не трогаю с места на место, я не стала рассортировывать, какие больше повредились, какие меньше, все они приходят в себя, и буду я высаживать их через 2 дня, как и планировала, потому что все-таки прогноз идет такой, что такого мороза уже не будет. И я когда буду в теплице высаживать, конечно, я вам покажу, но я сразу скажу, что вот те, которые взрослые, которые для раннего урожая, они вообще не померзли, даже листья у них не почернели, ничего, в основном вот эта вот промежуточная, вторая партия, первая партия вот для раннего урожая вообще не тронута, вот вторая, подросточки повредились, а третья, которые, вот эти, которые еще не распекированы даже, им тоже ничего не стало. Сегодня я читала комментарии одного мужчины, что вот вы сначала напичкаете всякими их стимуляторами, потом идете на базар впихивать, лапшу на уши вешать, но тот, кто меня смотрит, давно я уже говорила, что вот эта рассада, она вся для меня, я никакими, во-первых, их не пичкаю ни удобрениями, ни стимуляторами, кто давно смотрит, знает, что они у меня в естественной среде, во-первых, я и по времени не успеваю, представьте, в каждый стаканчик надо удобрять, я две тысячи корнуней высаживаю для себя, и вот это все стадо, это все мое, это все буду я выращивать, и чем бы я их ни напичкала, это будет, останется все у меня. Но тем, кто пишет вот такие комментарии, я тоже желаю успеха, и, как всегда, еще никто не отменял пословицу, что желаешь своим вот этим недоброжелателям, то вернется к тебе. Короче, все это возвращается, я думаю, что все мои пожелания, добрые, такие оптимистические, все вернутся ко мне в мою теплицу, и мы будем продолжать так же прекрасно расти, всем желаю. Вот сегодня читала комментарии у всех, у кого было минус 11, у кого даже минус 17, я хочу сказать, что такого вот длительного и такого жесткого похолодания не было уже много-много лет, а если еще честнее сказать, то на своей жизни я вообще не помню такого. Я помню, что было холодно там, ну, на один день, ну, на два, если два или три дня, для нас уже это был шок, что снег не тает, что минусовая. Нынче уже сейчас восьмой день, крепитесь, дорогие огородники, как-то утепляйтесь, если что-то даже померзнет, будем там потом реанимировать, или через пасынок, или через верхушку, все это я рассказывала, потом вот выйдем немного на волю, будут, если комментарии, как там выращивать лучше через низ или через верх, а возможно и через низ, и через верх, все это будем, но главное сейчас не терять присутствие духа вот такого все, но если замерзла, ну, значит, судьба их была такая. Тут уже, ну, тут уже ничего мы не изменим, вот я сейчас надеюсь, что через два дня будет тепло, что я выйду, какую-то часть хотя бы высажу в теплицу, потому что я вот сижу эти два дня, я делать ничего не могу, я не могу на улице набрать землю, у нас все замело, снегом завалило, я не могу пикировать, вот их бы распикировать уже, а я не могу распикировать, потому что их расставить некуда. Дом весь, и вот кто спрашивает, а что они занесли домой? Ну, я уже сто раз говорила, дома перцы, дома баклажаны, дома огурцы, дома другие томаты, домашние тепленькие места уже все заняты. Если бы была возможность, ну, неужели я настолько глупа, что дом бы был свободен, а я бы здесь их морозила? Нет, конечно, все это у нас для каждого какого-то действия, вот такого или бездействия, но есть свои на то причины. Ну, все, буду прощаться. Я вам вот сейчас показала, что все это, даже если первый вид, вот когда зайдешь в теплицу, кажется, вот уже ужас, ужасный, вот эти были вообще черные, вон там были черные, все понемножку приходит в себя. Томаты правильно все пишут, и я сто раз говорила, томаты, они очень живучие, до конца насмерть заморозить их очень сложно, это надо сильно постараться. И если вовремя вот так, как сказать, кинуться им на помощь, помочь им, то, конечно, они могут и вот такие вот стрессы пережить. Но еще раз говорю, у меня всегда есть запасные томаты, если, например, уж там с каких-то со взрослых, посмотрю, что нет с них толка, что восстановление идет плохо, он не растет, замерз в одной паре, но буду более молодые выращивать. До свидания. Главное, не расстраивайтесь, крепитесь, держитесь, переждем мы этот ледниковый период. Вот сегодня у нас немножко уже капает, хотя это обманчиво, ночью стабильный минус стоит. Сейчас этот снег, который был на теплице, покапает и растает, навалит с новой. И вот на вопросы многие отвечали, спрашивали, вот эта теплица у меня, видите, вся черная. У нас был, вон даже видно дырочки, у нас был в 2017 году вообще такой град, когда выбило, не то что померзло, вот так выбило все томаты в июле, уже полностью полуспелые, вот эти здоровые, мясистые, пошибало, даже стволы срубало. И вот эту теплицу, представьте, какой был сильный, такой острый град, градины не круглые, а именно остроконечные, как разломанные ледяные кусочки. Вот эту теплицу не насквозь, а вот первый слой все пробило, вот одни дырки, 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 дырки. И за два года, конечно, туда пыль набилась, вот теперь она у нас такая, менять вроде не хочется, это очень большой объем работы, и по времени, и по деньгам надо все это менять. И люди, когда смотрят на эту теплицу, некоторые думают, что это специально какое-то затенение, что она не прозрачная у меня. Нет, это тоже по техническим причинам. Бывает и такое, вот от этого вообще не спасешься. Как некоторые, а что от града не прикрыли? Ну как прикроешь две тысячи корней томатов? Ну сидела и ждала, когда закончится град, чтобы выйти посмотреть, что побила, что не побила, потом прошла по огороду, о ужас, зашла назад домой и легла спать. Все, а что ты сделаешь? Град выбил в тот год половину урожая, прям спелые такие. Это еще ужаснее, чем подмерзла рассада. Ну все, я вам это сказала для того, чтобы, когда мы вспоминаем, какие бывали случаи раньше, что бывало еще и хуже, бывало еще страшнее. Если подмерзнет рассада, ничего. Будем как-нибудь, можно разрезать один томат на три части, и получить с него три штуки. Можно размножать так. Он как гусеница или кто там, змея. Хвост отрежешь, отрастет снова. Так и томат наш. До свидания. На этой такой веселой ноте про змею я с вами прощаюсь.